вид огонь у мотоцикла вид очень хороший классный мне больше чем стандартные спорты некины нравится поэтому круто вид хороший очень компактный но надо помнить что на рост до 180 если вы выше 180 то будет он маловат коротковат так сказать по посадке ноги будут сюда не помещаться выше это конечно неудобно соответственно переключать передачи тормозом работать ножным будет очень неудобно если у вас рост выше 180 тоже многие в обзорах воздух говорили я подтверждаю но у меня в этих ботинках 180 сейчас ровно чуть повыше может быть 181 там 182 но как бы так впритык уже в обычных мото ботах удобнее конечно мне было туда налево повернуть но уже не будут заморачиваться здесь долго стоять проеду прямо там развернуть катаясь по набережной она поехал после часа fix самого чтобы пробки на набережной собрать попроще я даже попроще чем днем вечер среды мотоцикл очень легко управляется я уже про это говорил при этом если вы прям небольшого роста и не очень там много вести то есть другая такой средний или нет мая меньше среднего комплекса он прям вообще будет ну мне кажется для новичка если вам сгущей мощности нужно идеальным потому что ну просто практически это минимальный вес в этой категории мотоциклов до 400 кубов включительно а динамика у него очень добротно он в трехсотка в общем-то не уступает я могу сказать по не маневрированию тоже закладывать его легко осень повороты очень приятно смогу ли я вот здесь у нас разделиловки то наверное нету ай блин убрали у нас здесь раньше была разделитель на это его мы убрали вот здесь от повернул уже налево тоже когда нас пропустят пожалуй но лучше чем там теперь придется проехать прямо вперед и там как-то разворачиваться либо поворачивать налево я не придумал как лучше проще что-то развернуться и у нас прогулка может китайцы как обычно взяли ктм за основу изготовили слой мне кажется это весьма вероятно я улетел да не успел а тут бесполезно рваться так летать когда сделают не догнать не обдурите вы тех кто на светофоры настраивать что нигде не проехал это невозможно повеселее по азартнее уже едет серьезный мотоцикл за так не про и я в том что на этих участках летать смысла нет здесь прикольно прогулочный таким таком темпе проехать не научим кубатуру больше чем вот этих китайцев больше чем 300-400 ну и я убедился есть смысл вот так вот для города брать но только если вам прям хочется наваливать срываться с места если хочется прям срываться с места быть первым всех обгонять улетать вперед пытаться проскочить там в последние не знаю там секунды на светофор что крайне чревато у нас в условиях ну да 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 тогда литровик наверное можно взять он повеселее будет конечно будет позволять везде первым ехать быстро отрезать ну не знаю у меня просто задач всяких нет и я не хочу так знаю наш поток знаю на движение поездку риск сожалению это не азарт это риск больше у нас в условиях а в потоке от 60 до 80 в нем вообще идеально легко он без напряга едет на трассе до 130 запросто можно ехать не будет никаких сильных вибраций там ничего напрягаться не будет так что грубо говоря этот мотоцикл идеален если вы хотите ездить ничего не нарушая с разрешенными скоростями если вы готовы и хотите ездить соблюдать скоростной он не будет вас провоцировать быстрее ездить гораздо потока там в кита опасные ситуации стрёмные плавать не будет просто он и характеристики технически этого не позволит в качестве первого мотоцикла или мотоцикла для спокойной зыни кашу он даже может быть не единственный но если другой форм-фактор например взять один мощный крузер тяжелый большой там двухлитровый например все или взять тур эндурик мощный что там по трассе да там можно было как-то долетел по кайфу с комфортом ездить а этот например можно оставить для спокойных аккуратных неспешных поездок по городу как вариант не обязательно должен быть единственный звук мотора реально вот у него приятный как-то не дребезжит не шелестит визга нет всем прям приятно ей и мой сказал даже эти банки глубины хватает такие вот ямки на нем лучше обижать не пробивается нет ни жестко не бьет но блин я думаю для подвески это не очень хорошо а если будет глубокая ямка прям прям реально поглубже не опытный ездок может растеряться и дерзать руль тут надо крепко из рук вряд ли вылетит он у вас руль но блин неприятное ощущение тесно скажу эндурик позволяет в этом плане гораздо больше а что могу еще сказать сегодня специально одел кожаные штаны чтоб потеплее было и под них гады в которых я на это ездил на других мотоциклах короче с учетом того что рост 180 гадах неудобно высокая подошва платформа она первых делает меня еще выше с учетом его подножек и лапки работать тяжелее чем в хороших мотоботах в которых я катаюсь так что короче это не тот мотоцикл в котором удобно мне кажется мы в больших сапогах или там говнодава каких-то ездим тут все-таки это мотоботинки удобные максимально нужны так чисто я сейчас прямо раз нам тут светофор горит все бы нет да на спорте уже раньше хочется до 50 уже хочется включить чувствую последние передачи а в другом режиме в обычном типа я к которой он позволяет ехать по длине для пробок для города спорт конечно не очень подходят выключить то я и у нас благо что мотик позволяет этот режим переключать движение класс кстати вот на этом мотоцикле очень быстро привык переключать но использовать сцепление двумя пальцами всего они здесь как и очень хорошо настроены упругие оба рычага и сцепление тормозы но при этом легкие то есть пальцы вообще не напрягается кисть не устает абсолютно здорово лежачих на сказал я сказал как и на среднестатистической машине приятно проезжать и комфортно до 20 километров сейчас выше 20 уже подпрыгиваясь на нем радиус разворот хорош позволяет довольно комфортно разворачиваться на перекрестках без напрягу на крузерах у меня так не получалось на предыдущих по крайней мере больших там радиус для этого наики ты нужен уже стрит для города идеальная техника практически но если вас посадка такая устраивает на этом мотоцикле писать посадка довольно прямая должен сказать я сравнивал с теми же z комедат кого от кав у кого сакия все всегда очень удобные посадки что на круизеров что на накидах там сидеть приходится все-таки тянуться вперед как наклоняться больше здесь здесь более такая она расслабленная спины а и 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 больше езжу по холоду, упражняюсь со сцеплением, как обычно. Нейтраль одинаково, легко лоить, что в кирзачах условно, что в мотоботах, сцеплением. Нейтраль здесь прям идеально ловится. Я как бы даже не парюсь, я не приключаюсь там, как раньше на экстракломатике, по привычке, ну, при тем как восстановиться на нейтраль, просто она здесь включается идеально, когда вы остановились. Что со второй вы можете топнуть вниз, включить, что с первой, одинаково хорошо, одинаково легко. Очень здорово. Прям вот, блин, круто, радует, когда в технике вот не просто все работает, а оно еще работает тут приятно, удобно, мягенько, как надо. Субтитры делал DimaTorzok Ну, блин, после 20 надо на третий ехать, на второй все-таки это, в натяг, нехорошо. На третий приходится. В общем-то, в этом бюджете есть только этот мотоцикл и, пожалуй, доминар. Но доминар подороже чуть получается все равно. То есть, если сравнивать Regal Moto и Bajaj, Bajaj подороже получается, ничего не сделать. Кубиков там чуть побольше лошадей, но не критично. Я так скажу, я на обоях катался, они плюс-минус одинаково легко едут. Bajaj он чуть потяжелее. То есть, он помостнее, но там и вес побольше. Поэтому то на то и получается. Сегодня нет такого ветра, как на предыдущие дни, но посмотрю, как звук записывается. Блин, мне здесь звук двигателя нравится больше, чем и у Bajaj и у Tekken. Он как-то посерьезнее, так более басистый, более приятный. Басистую я после 60-ти перехожу и вообще абсолютно комфортно. Мне кажется, для обкатки очень хорошо. Вот такой вот с 4-х тысяч оборота держать и ниже. Очень хорошо, здорово. Для салата вполне весьма удобная. Я все хорошо вижу. Пока мы с вами гораздо лучше, чем на Tekken, опять же, если сравнивать. На больших лежачих не такой комфортный, а на этих нормальных. Коробка просто супер мягкая. Ну, масло новое, понятно, и до этого пара замет была, но все равно. Просто супер смементно переключает. Прям приятно, блин. Были бы еще передачи чуть подлиннее первые две, это было вообще просто идеально. Стерок сильный, да, ну а что делать? Красно. 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 Красно.